Косвенный вопрос в английском языке. И действительно, поговорим про данную интереснейшую тему. Давайте с вами разберем вообще, что такое косвенный вопрос. Что такое обычный вопрос, вы, наверное, знаете. Ну, пример, смотрите, простой. Where is it? Давайте увеличим, чтобы вам было более отчетливо видно. Where is it? Это обычный вопрос, где просто идет вопросительное слово. Видите, where, вспомогательный глагол, is. И все остальное получается, where is it? Что ты делаешь? What are you doing now? Ну, любой вопрос там, как ты понимаешь это? How do you understand it? Все это обычный вопрос. Что такое косвенный вопрос? Косвенный вопрос, это когда у вас есть такой же вопрос. Вот, как, но перед ним стоит еще дополнительный вопрос или какая-то конструкция. Смотрите, например, ты знаешь, где это? Как мы скажем, может, сейчас это ты знаешь? Do you know where it is? То есть, правило образования косвенных вопросов, что если вопрос стоит во второй части предложений, то есть у нас не начинается предложение с вопросительного слова, там, where и так далее, то мы сохраняем прямой порядок слов. Ведь в вопросе, смотрите, where is it? Нам нужно с вами, вначале поставить вопросительное слово, потом вспомогательный глагол, потом подлежащее. Здесь же подлежащее идет сразу. Do you know where it is? Например, как вы это понимаете? How do you understand it? Или просто tell me how you understand it. Скажи мне, как вы это понимаете? То есть, вспомогательный глагол здесь не нужен. Давай с вами разберем дополнительные примеры. Например, John asks, а Джон спрашивает, do you know German? Ты знаешь немецкий? Значит, косвенный вопрос, как он образуется, если спрашивает, там, ask, то мы образуем с помощью if или whether. То есть, получается, John asks me if I know German. Джон спрашивает, знаю ли я немецкий. Например, если вопрос, который здесь требует ответа да-нет, то есть, do you know German? Yes, I do. No, I don't. То мы косвенный вопрос образуем при помощи if или whether. Как здесь? John asks me if I know German. Например, ты говоришь по-английски, do you speak English? Получается, что обычный вопрос. Она спрашивает, говорю ли я по-английски. She asks me. She often asks me. Она часто меня спрашивает if I speak English. То же самое. Далее, смотрите, можно так же сказать, is weather. Are you from Britain or America? Are you from Britain or America? She asks Sam. Ты из Британии или из Америки? Спрашивает она Сэма. То же самое. She asks Sam whether he is from Britain or America. Она спрашивает Сэма, из Британии ли он или из Америки. Но обычно мы употребляем if, но weather также имеет место. Weather обычно мы употребляем тогда, когда у нас есть выбор. То-то or что-то другое. Как здесь, Британии или Америки. Поэтому мы предпочитаем употребить weather. She asks Sam whether he is from Британии или Америки. Далее. Peter asks. Как? Who is that man? Peter спрашивает, кто тот человек? Значит, если это же не общий вопрос, то просто сохраняется прямой парадок слов. Peter asks me who that man is. Peter спросил меня, кто тот человек. Далее. Что касается вообще костного вопроса, то если у нас есть с вами прямая речь, то здесь, когда мы переводим в костную речь, мы должны сохранить время. То есть, если у нас прошедшее время, и вопрос в настоящее время, то нужно на время назад. Смотрите. Tom asked. Can I use your pen? То есть, Том спросил меня, может ли он воспользоваться моей ручкой. Все о прошедшем времени, поэтому Кен меняем на код. Tom asked if he could use my pen. Этот вопрос, общий вопрос требует ответа. Да, нет, yes, no. Поэтому мы утверждаем if, как мы проходили. И на время назад. Tom asked if he could use my pen. Далее. То же самое здесь. Where have you been? Asked Lily. Где ты был? Спросила Lily. То же самое. На время назад. Have you been? Это present perfect, время назад это past perfect. И получается, Lily asked me where I had been. Далее. Ну, в принципе, на самом деле интересный пример. Давайте еще. Claire asked. Клара спросила. What time did the film begin? В котором часу начался фильм? То же самое. Смотрите, здесь мы должны с вами на время назад вернуться. И, кстати, всегда надо быть внимательным. Не забываем поставить кавычку. Так, а что у нас здесь это исправилось? Давайте ее скопируем. Чтобы было то же самое. Как говорится, Ctrl-C, Ctrl-V. Или на английском Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, не дает. Ну, это для нас не проблема. Мы можем ее вручную поставить. Окей. So. Итак. Claire asked. What time did the film begin? Опять же, нужно время назад. Потому что она спросила, когда фильм начался. Фильм начался еще раньше. Поэтому Claire asked us what time the film had begun. Или здесь еще, смотрите, еще один пример. My mother asked. When are you going to return? Мама спросила у меня, когда ты вернешься. То же самое. На время назад делаем прямую речь. Получается, my mother asked me when I was going to return. И еще, смотрите, примеры. Как бы с будущим времени. Will меняется на would. Смотрите. She asked. When will you know your exam results? Она спросила у меня, когда я узнаю результаты экзаменов. И получается, she asked me when I would know my exam results. То есть, все, что важно помнить из космного вопроса, что если это общий вопрос, то мы образуем с помощью if или when. И у нас прямой порядок слов. А если это косвенная речь, в прошедшее время, то мы сделаем сдвижку на время назад. Вот такая интереснейшая тема. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Thank you. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok